На улицах Москвы все чаще стали появляться модернизированные дизельные автобусы ЛиАЗ 5292-65, которые получили новую внешность. Новая рестайлинговая маска появилась на автобусах ЛиАЗ в Непланово по требованию столичного департамента транспорта. Там решили, что теперь все вновь поступающие в регион автобусы большого класса и электробусы должны быть одинаковы с лица. Оформление же задней части кузова у дизельных машин осталось стандартным, тогда как электробусы комплектуются оригинальными задними фонарями. Москва пока что является единственным городом, куда отправляются машины с электробусными масками. Рабочее место водителя производства Continental выполнено по единым современным европейским требованиям для наземного городского транспорта. Рулевая колонка регулируется по углу наклона вместе с панелью приборов, а все кнопки и переключатели на панели сгруппированы аналогично тому, как во всех современных моделях европейского производства. Это сделано для того, чтобы водители, работая на машинах разных марок, как можно быстрее адаптировались за рулем. Запасное колесо с завода прикладывается к каждому автобусу. Специального места для его крепления не предусмотрено, запаска хранится в парке. А в случае повреждения колеса на маршруте водитель просто вызывает техническую помощь, которая привезет его с собой. Салон автобуса оборудован 30 посадочными местами. Впервые в автобусах большого класса установлено не 3, а 4 валидатора. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова